Несмотря на дожди, в Рязани постепенно теплеет. В домах. 30 сентября, как известно, окончание 10-дневного срока подключения жилфонда, но тепловики обещают управиться быстрее, хотя не все дома оказались готовы к началу сезона. В настоящее время подключены 1873 многоквартирных дома, что составляет 72% от общего количества многоквартирных домов, которые подключены к централизованной системе теплоснабжения. Ну и, конечно, в некоторых случаях это не всегда идет гладко. Есть всевозможные причины в этом. Одна из них – это несвоевременная подготовка управляющими компаниями многоквартирных домов, так как у нас 143 паспорта готовности многоквартирных домов не были представлены. То есть не была проведена работа по подготовке многоквартирных домов, промывка, опрессовка и также их ремонт в случае необходимости. Проблемы с оперативностью сегодня у некоторых управляющих компаний в железнодорожном, Октябрьском и Советском районах. Впрочем, отсутствие паспорта готовности вовсе не черная метка. Дома их обслуживания все равно подключат. Просто одними из последних. Десять дней на запуск теплосетей – срок оптимальный, уверяют сегодня в РМПТС. Раннее вхождение в сезон обеспечит максимальный комфорт жителям при наступлении настоящих холодов. Что же касается квитанции, то по ним, и это не обсуждается, будет произведен перерасчет. В зависимости от даты подключения. Так что волноваться вроде как не стоит. Ничего нового в этом нет. Эта ситуация у нас повторяется ежегодно. На дату начала отопительного сезона, которая устанавливается постановлением администрации, мы делаем начисление по всем объектам. Далее, по мере подключения домов, мы, наши представители, совместно с управляющими организациями, составляют акты о фактической подаче тепла в конкретный дом. То есть эти акты составляются по каждому дому. И на дату фактической поставки тепла в этот дом, жителям этого дома делается перерасчет в обязательном порядке. Интересы жителей представляет управляющая организация. Они достаточно так активно защищают интересы жителей. Мы совместно с ними в спорных моментах выясняем дату фактической поставки. Если не было режимов, значит эта дата сдвигается до вывода дома на необходимый режим гидравлический. И на эту дату делается перерасчет. Важный момент. Никаких заявлений никуда писать не нужно. Все произойдет в условно-автоматическом режиме. По цифрам с РМПТС отработает управляющая компания. И в следующей платежке в графе тепло можно уже будет увидеть минус. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».